Открытый телеканал представляет И был вечер, и было утро, день один. Антисемитизм Итак, история евреев началась в Вавилоне, в тот день, когда один торговец идолами переколошматил весь товар в своей лавке. Авраам, так звали безумца. Тогда и зародилось еврейство. Но мир построен на равновесиях. Любовь не существует без ненависти, плюс без минуса, горячая без холодного. Писатель без читателя. Верно. Вот что, например, говорит Эйнштейн. Антисемитизм – тень еврейского народа. Я физик, продолжает он, и знаю, что каждая вещь отбрасывает тень. Тень, которую отбрасывает мой народ – антисемитизм. У меня вопрос. Давай. Вот ты пишешь, что после того, как Аврааму открылся творец, он больше не мог оставаться в Вавилоне. Почему? Неужели непонятно? Нет, совершенно непонятно. Что мешает ему и дальше заниматься своим ремеслом. Ясно. Продолжать доходное дело. Да, пользоваться почетом. Умножать с нажито. Совершенно верно. Хранить семью, традиции. Помогать бедным, если надо. И жить. Просто жить в покое нельзя? Нельзя. Почему? Только не говори мне, что так приказал ему творец. Потому что так приказал ему творец. Да, да. Забудьте шаблоны. Приказ отдавала не некая могущественная персона, творец которого открыл Авраам, является законом природы. Таким же абсолютным, как закон притяжения. Его единственное свойство – это желание отдавать. Безвозмездное и бесконечное. Альтруизм. Или, простите за истрепанное слово, любовь. И эта любовь, как всякий свет, не может не распространяться. А тот, кому поручено передать это послание, никогда не узнает, что такое покой. Поэтому Авраам был вынужден странствовать, собирать учеников и так далее, да? Да. Это рабство. Это служба. А если нет? Если я не хочу? Вот не хочу и все. Ты имеешь в виду, если посланник вдруг отказывается использовать свой дар по назначению и прячется где-нибудь среди нобелевских лауреатов? Или хотя бы просто живет. Живет и все. Дисон. Дисон. Вот что пишет один из величайших каббалистов истории Бар-Расулла. Если мы говорим, что все происходящее с нами – это случай и слепая судьба, то посылаются нам неисчислимые бедствия. Они покажут нам, что это не случай, а неотвратимое высшее управление. Вся история, все, что дальше происходило с группой Авраама, доказывает правоту этих слов. Субтитры создавал DimaTorzok Дисpristounch, программинатор «Лёвокен субтитры на канале Бар-Расулла» Дисп Megар- doh using Jahiцкам, Диспジ accelerate колеса на лидер-lvай Efendimiz Диспека